Напоследок, перед тем, как выйти на каникулы, депутаты приняли, наконец, закон по защите прав писателей, который ждал своего часа около четырех лет. В течение полугода закон войдет в силу. Свежеизданные книги сопрещено продавать в рамках акций в первые полтора года. Кроме этого, издатели больше не смогут выплачивать магазинам бонусы за продвижение тех или иных книг. Между тем, место книги в нашем ежедневном пространстве становится, увы, все менее центральным. Смотрите материал Анны Розиной. Еще лет 15 назад израильтянин, путешествуя за границей на автомобиле, удивлялся тому, как удобно там все устроено на заправочных станциях. На них можно было не только заправить машину, но и перекусить, купить кофе в дорогу, хорошие диски и вообще все, что может понадобиться в пути. Около 10 лет назад идею подхватили и в Израиле. Постепенно почти возле каждой заправки появились небольшие магазины, в которых можно было купить аксессуары для автомобиля. Затем к этому добавился кофе с булочками, а чуть позже и все остальное. А в последнее время здесь стало возможным приобрести даже книги, причем на русском языке. Идея родилась тогда, когда мы захотели обратиться к русскому сектору. Мы всегда можем сказать, у нас есть замечательные кофе, сэндвичи, аксессуары для телефонов. Но особенными в глазах русских клиентов нас делает то, что характерно именно для русскоязычных людей – книги. Книга «Пророков-48» Марка Голесника открыла проект «Книги на русском», который стартовал в 2011 году. Этот сатирический роман можно было купить только на автозаправках, но он сумел побить все рекорды продаж. Тираж разлетелся за несколько недель. Новые произведения таких именитых авторов, как Борис Акунин, Дина Рубина и Игорь Торик, стали частью нового этапа. Но вообще приятная неожиданность, абсолютная неожиданность. Я считаю, грандиозная идея, потому что все заправляются на той или иной бензоколонке. И такой подарок – это просто прекрасно. Но надо признаться, сейчас для печатной кинопродукции настали нелегкие времена. Те, кто не страдают ностальгией, запросто переходят на электронные книги. А у кого-то просто нет минутки сесть и почитать. Как раз для них и для тех, кто много времени проводит за рулем, Санул предлагает свой способ знакомства с новой литературой. Сегодня на заправках есть и аудиокниги, которые можно купить на диске и слушать в машине во время движения. Та же книга «Пророков-48», озвученная известной телеведущей Еленой Лагутиной, самим Марком Голесником, Александром Пожаровым и другими известными артистами, станет первым аудиоспектаклем для тех, кто за рулем. Не могу занять, ответила на звонок, но прежде чем успела отключиться, Дженни выпрыгнула в трубку. Дедушке срочно звонит. Что случилось? У него есть проблемы с полицией. Звони. Теперь уже она отключилась, прежде чем я успел что-либо выяснить, но от души все-таки отлегло. Когда человеку за 80, его проблемы с полицией настораживают меньше, чем проблемы со скорой помощью. Сейчас на автозаправках можно приобрести действительно почти все. Начиная от полноценного обеда и стаканчика кофе и заканчивая всеми атрибутами путешественника. Вскоре к путеводителю по малоизвестным достопримечательностям Израиля Игоря Торика добавится и подробная карта нашей страны с обозначенными на ней заправками, достопримечательностями и местами отдыха. Осталось только дождаться, когда бензин, так же как и многие товары на заправках, будет продаваться по большим скидкам. Интересная книжка и вкусный кофе. Что еще может быть лучше в пути? Счастливой дороги. Аня Розина, Борис Беленкин. Специально для программы «Израиль за неделю». Борис Беленкин. Специально для программы «Израиль за неделю».